Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава послания к евреям, библейский проект экзегет и мы с вами продолжаем читать с небольшими комментариями В 11 главе был такой гимн веры Что такое вера? И не только определение, хотя оно было, но крайне кратко Гораздо больше примеров практически было дано из истории Ветхого Завета И в конце был такой вывод, что эти герои веры, которые совершали такие чудесные подвиги которые так многого добились, на самом деле не достигли совершенства На самом деле работали на некоторое будущее И это будущее наступает здесь и сейчас, вместе с нами они достигают совершенства Ну хорошо, а для нас-то что это значит? И раз уж нас окружает такое облако свидетелей, свидетелей веры, да, то есть те, кто показывает, что значит жизнь веры Давайте сбросим с себя всякое бремя и греховные путы и станем терпеливо вести борьбу, которая нам предстоит Взирая на того, в ком источник нашей веры и ее завершение, на Иисуса Источник веры и завершение, а можно перевести иначе немножко Кто положил начало нашей вере и кто в ней достиг совершенства Два немножко разных смысла, но в любом случае вера идет от Иисуса, да? Это не некая фантазия, которую кто-то выдумал С другой стороны, именно он и показывает, в чем ее совершенство, в чем она завершается Ведь вера – это не просто состояние такого наивного доверия всему, что тебе кто-то говорит Но это вот некоторый путь к главным вещам Вместо радости, которая ему подобала, он претерпел смерть на кресте Невзирая на позор, и воссел одесную Божьего престола Чтобы вам не пасть духом в изнеможении, поразмыслите, сколько пришлось ему вытерпеть от грешников его противников То есть, понятно, что идет речь о страданиях, о смерти И с самого начала он говорит о том, что Иисус, он мог обладать этой радостью Он по праву мог бы быть триумфатором Но он пошел на это ради спасения людей О том, как это было важно, говорилось на протяжении практически всего предыдущего послания Что означало это смерть как жертва Вы вступили в борьбу с грехом, ну, соответственно, вы идете по тому же пути Но пока еще сражались не до крови Видимо, идет речь о том, что, в отличие от Иисуса, не убивают их в данный момент Вы забыли, какими словами Бог ободряет вас, как своих сыновей Сын мой, не пренебрегая наказанием Господнем, не унывай, когда он тебя обличает Господь наказывает всех, кого любит, и кого принимает как сына, бичует Наверное, нам сегодня это покажется неправильным с педагогической точки зрения Что бьет, значит любит Но тогда так это видели И имеется в виду, что если вы страдаете, значит, вы для Бога цены Значит, что-то с вами происходит такое, что происходит только с сыновьями И дальше он это объясняет подробнее Если вы терпите наказание, Бог обращается с вами как с сыновьями Бывают ли такие сыновья, чтобы их не наказывал отец? Если вдруг вас обошло общее для всех воспитание, вы не сыновья, а незаконно рожденные дети Ну, принцип понятия, да? Ну, давайте, может быть, на слове наказания не будем сосредотачиваться Тогда оно казалось абсолютно неизбежным Но, скажем так, если родители любят своих детей, они, безусловно, их воспитывают И воспитание подразумевает, ну, какие-то неприятные для детей моменты Не все можно И не все дают, что хочется А если, соответственно, границы не ставятся никакие, то вы чужие Вы не настоящие дети Если мы терпеливо сносили наказание от земных наших родителей Тем более мы должны покориться отцу духов, чтобы обрести жизнь Те воспитывали нас по собственному усмотрению ради временной земной жизни А Бог ради действительной пользы, чтобы нам стать причастными его святости Всякое наказание внушает сначала не радость, а печаль Но оно закаляет людей, приносит плод мира, а наградой служит праведность Ну, то есть, вот эти страдания понимаются как наказание И даже не сказано, за что, не говорится, вы такие грешники, вот вас Бог наказывает А скорее, какую роль это все играет в возрастании этих людей То есть, вы все это терпите, с вами все это происходит И вы тем самым становитесь взрослыми, вы становитесь своими для Бога И даже если руки дрожат и подгибаются ноги, крепитесь Ступайте по прямым путям, чтобы всякая хромая нога не вывихнулась, а исцелилась Ищите мира со всеми, ведь без него никто не узрит Бога Смотрите, чтобы никто не отпал от Божьей благодати Чтобы не пророс ядовитый корень вам на беду Это такая, не цитата, но скорее пересказ из книги Второзакония И вот такие практические наставления, да То есть, про крепость, про укрепление в той самой вере, о которой говорилось И о том, что нужно избегать чего-то ядовитого и злого Не пророс ядовитый корень вам на беду Такой может осквернить многих Блудник и негодяй вроде Исава, который за миску еды продал собственное первородство А почему такой пример Исава? Исав это брат Иакова, близнец, который вроде ничего страшного не сделал в том случае Есть примеры похуже, да, людей, которые более страшные вещи делали Продал свое первородство, отказался от того права, которое за ним, безусловно, было Вот он утратил нечто самое важное То есть, дело не в том, что не надо вести себя плохо, хотя, конечно, не надо А дело, прежде всего, в том, что не нужно отказываться от того высокого положения, в котором вы оказались Вы же знаете, что потом он хотел получить наследство благословения, но был отвергнут Хотя слезно о нем просил, покаянию не нашлось уже места Ну, или, можно сказать, отменить решение было уже невозможно Вот как Исав отказался от первородства раз и навсегда И точно так же, об этом уже говорилось в предшествующих главах несколько раз Отказ от христианской жизни означает необратимый процесс Вот, казалось бы, в христианстве важнейший принцип – всегда можно покаяться Но идет речь о покаянии как о изменении, которое происходит в человеке единожды за всю его жизнь Если он потом возвращается обратно, еще раз скажу, идет речь вряд ли о каких-то минутных слабостях, о каких-то недостатках Но, скорее, о сознательном выборе сделать наоборот То тогда второго принятия христианства уже нет Вот это для послания к евреям такая не самая центральная, но достаточно важная мысль А вы приблизились не к такой горе, которую можно осязать, которая пылала огнем во тьме, во мраке и в буре И люди, услышав трубный глаз и звучание божьих слов, просили не продолжать этой речи И даже не могли вынести приказание Если животное прикоснется к горе, пусть будет побито камнями Имеется в виду дрование закона на Синайской горе Когда израильтяне не должны были к этой горе даже приближаться И животное не могло, не то что человек Соответственно, его надо побить камнями, потому что нельзя прикоснуться даже к этому животному И вот это некая такая тайна, которая абсолютно закрыта, которую человек не может даже потрогать руками Насколько страшным было это явление, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете Нет, вы подошли к горе Сиона, к городу Бога Живого, Небесному Иерусалиму И к мирядам ангелов, к собранию церковному первенцев, чьи имена записаны на небесах И к Богу, Судье всех, и к духам, достигших совершенства праведников И к посреднику в заключении Нового Завета Иисусу Его пролитая кровь, говорит, яснее, чем у Авеля Но это краткий пересказ некоторых историй из 11 главы Авель, как первый убитый, который был своим братом Убит, и, соответственно, его кровь говорит от земли Об этом еще в 11 главе говорилось более подробно И многие-многие-многие другие И вот, как там в конце 11 говорится, они не без нас достигают совершенства То есть вы приходите вот в этот град, в этот небесный Иерусалим Где все это уже есть, но не хватает только вас И если в этот момент вы развернулись и ушли, все, вы это потеряли Смотрите, не отвергнете того, кто говорит с вами Тогда не отвергнет того, кто обратился к ним на земле И не избегли кары Имеется в виду израильтяне, которые роптали после исхода из Египта Которые несколько раз погибало большое количество людей И вот, они тоже отказались от следования этому завету Ну и погибли тогда Но тем большая кара постигнет нас, если отвратимся от небесного голоса Тогда этот голос потрясал землю Теперь он возвещает Еще единожды поколеблю землю И не только ее, но и небо Слова еще единожды указывают Что сотворенное поколеблется, то исчезнет И останется лишь непоколебимое Ну имеется в виду этот мир Который в какой-то момент пройдет Но останется то, что было обещано Останется этот союз Который мы сегодня называем Новым Заветом Мы принимаем непоколебимое царство Будем же благодарно служить Богу Угождая Ему со смирением и страхом Бог наш огонь пожирающий Вот мы привыкли говорить о том, что Бог есть любовь И все подобное Это абсолютно правильно Но еще и огонь пожирающий То есть что-то такое страшное К чему нельзя прикасаться просто так И уйдя от чего Ты потом уже не сможешь вернуться Вот это очень серьезное предупреждение Которое после всех этих рассказов О героях Веры В 12 главе Автор преподносит своим читателям Ну а в 13 будет немножко больше позитива И немножко больше конкретики Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин